Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 16 главу. «И приступили фарисеи и саддуке, и, скушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру. Сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Рот лукавый, прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамений Ионы Пророка». И, оставив их, отошел. Ну вот, только что Господь совершил чудо, Он только что насытил семью хлебами четыре тысячи человек, не считая женщин и детей, Он только что исцелил огромное количество народу, и приходили люди отовсюду к Нему исцеляться. То есть знамений больше, чем достаточно. Но приступили фарисеи и саддуке, и говорят, нет, а мы хотим знамение с неба. Мы хотим вот какое-нибудь такое, еще какое-нибудь знамение. Господь говорит, не даст им вам знамения, кроме знамений Ионы Пророка. Почему не дастся? Ну, потому что не хотят они Его на самом деле. Их ничто не убеждает до этого, их не убедит и дальше, они там будут и дальше придираться. Это люди, которые требуют себе знамения, но на самом деле не желают Его принять. Это немного напоминает современную ситуацию, когда люди говорят, нет никаких доказательств, что Бог существует. Ну, хорошо, вот вам доказательства, вот давайте мы этот вопрос подробно рассмотрим. Вот такие у нас есть основания верить в Бога. А вот нас это не устраивает. А какие вас устроят? Ну, никакие на самом деле не устроят. Когда человек упорствует против Бога, упорствует против Христа, его не устроят никакие знамения, и поэтому знамение ему являть бессмысленно. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Фарисеи — это люди, которые посвятили себя тщательному изучению закона и которые старались всю жизнь свою привести в повиновение закону, как они его видели. Саддукей — это группа людей, которые группировались вокруг храма, вокруг первосвященников. Между ними были существенные различия. Например, в саддукей признавали только пять первых книг Библии, только закон Моисеев. Они не верили в воскресение мертвых и полагали, что все богословения, которых можно ожидать от Бога, нужно ожидать в этой жизни. Но мы видим, что здесь эти две совершенно разные неприязненно относящиеся друг к другу группы, они взаимодействуют, они вместе, потому что у них общий враг — Христос. И Господь говорит, берегитесь закваски фарисейские, саддукийские. Закваска — это некая маленькая такая субстанция, которая заквашивает все тесто. Берется большая емкость с тестом, и туда кидается маленький кусочек закваски, и к утру все тесто сквашивается. Закваска — это что-то маленькое, что определяет характер большого. В Ветхом Завете мы читаем, как люди, уходя из Египта, тщательно очистили, тщательно избавились от старой закваски, от всего квасного. И это потом повторялось, это праздновалось ежегодно. Почему? Потому что закваска — это символ преемства, это символ старой жизни. И закваска у людей, люди не покупали дрожжи в магазине, а закваска передавалась от одной емкости к другой. Старое заквашенное тесто, от него брали кусочек и клали в новое тесто. И закваска — это такой хороший символ преемственности. И берегите закваски фарисейские и саддукейские, то есть берегитесь учения, берегитесь подражать фарисеям и саддукеям. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремею или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и носим камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Это исповедание Петра в Кесарии Филипповой, оно очень важно в богословском отношении. Ученики еще не отдаются ясного отчета в том, что Иисус — это именно Христос, то есть предреченный пророками Спаситель. Это еще не ясно. Иисус об этом не говорит прямо. Почему не говорит? Почему бы ему сразу не представиться «Здравствуйте, я Мессия?» Потому что люди ждут Мессию, люди напряженно ждут Мессию, но они представляют его себе совершенно иначе. Они ожидают воинственного такого вождя, который поднимет восстание против римлян, который поведет их в войне, в освободительной, который выгонит язычников и установит свое справедливое царство. За несколько столетий до этого подобный подвиг совершили братья Маккавеи, когда Израиль подпал под власть языческих угнетателей, которые попытались искоренить веру в Бога, но они восстали, подняли народ, выгнали язычников, и Израиль оказался независимым царством на какое-то время. И вот люди думали, что Мессия будет то же самое, но что-то лучше. И если бы они сразу признали бы Иисусе Мессию, они бы немедленно подняли бы восстание, думая, что вот пришел вождь этого восстания. В Евангелии есть эпизод, где они хотели его взять царем, но он уклонился от этого. То есть, хотели они, конечно, Мессию, но другого. И поэтому Иисус избегает сразу раскрывать то, что он Мессия, и то, что он открывается как Мессия, это уже указывает на то, что он идет к кресту. Уже дело идет к развязке. И ученики говорят, что одни считают за Яна Крестителя, другие за Илью, иные за Еремию. Вы за кого почитаете меня? И вот Симон Петр, говоря от лица всех, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Симон, то есть Шимон, это еврейское имя, Петр, это по-гречески, камень, это прозвище. И он говорит, ты Христос, то есть ты и есть посланный Богом Спаситель, Сын Бога Живого. И вот что говорит Иисус. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий, на небесах. То есть Бог Святым Духом дал Петру это уразуметь. И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. О чем идет речь? Камень — это исповедание Петра, то есть ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это исповедание является фундаментом, на котором строится церковь. И он говорит, я создам церковь мою. Это очень важный момент, потому что Христос не сказал, я напишу книгу, и вы ее будете читать. Христос ничего не написал. Он сказал, я создам церковь. Христос действует в этом мире через церковь, которую он создал. В мире его представителем, тем местом, где он действует, сообществом, где он действует, является церковь. Принадлежать Иисусу Христу значит принадлежать церкви, которую он создал. И иногда люди говорят о том, что да, вот Иисус — это очень хорошо, но вот церковь — это что-то чужое. Какое отношение церковь имеет к Иисусу Христу? Вот Иисус, он учил всяким хорошим вещам, а церковь — это что-то постороннее. Вот нужно таким людям напомнить о словах самого Господа. Он говорит, я создам церковь мою. «Врата ада не одолеют ее». То есть церкви обещано, что она не будет искоренена из мира. Это будут пытаться сделать. Это пытались сделать неоднократно, начиная с римских императоров и до большевиков. Церковь пытались уничтожить и еще попытаются уничтожить. Ее пытались истребить физически, ее пытались разложить изнутри, но нам сказано точно, что врата ада не одолеют церковь. И это нам важно помнить об этом обетовании, потому что бывают люди такие склонные к панике, которые уверяют, что уже пришел Антихрист, что все ему продались, что церковь вся отпала от Бога, а надо бежать спасаться в землянку. И этим людям тоже нужно указать те же слова Господа, что врата ада не одолеют церковь. Это обетование Бога, оно не может быть нарушено. И для того, чтобы держаться спасения, нам нужно держаться церкви. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, будет связано на небесах, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. На церковь возложена двоякая миссия. Это обличать мир в грехе, учить народ закону Божию и возвещать прощение грехов. Когда мы приходим исповедоваться в наших грехах к церкви, к священникам, мы исповедуем это на земле, и мы на земле слышим разрешительную молитву, но это разрешается на небесах по обетованию Божию. На небесах Бог прощает наши грехи, когда на земле мы слышим разрешительную молитву от священника. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. По причинам, о которых мы уже говорили. То есть люди считают, что Христос это должен быть их военный вождь. Иисус этим быть не собирается. Он Христос, но в совершенно другом смысле. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостлив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же обратившись сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И вот как только ученики признали в Иисусе Христа, он им открывает, начал открывать, что ему должно идти в Иерусалим, пострадать, быть убитым в третий день воскреснуть. И ученики не верят, и ученики этого не хотят. Потому что и сами ученики думают, что сейчас Иисус воцарится, сейчас все будет очень хорошо, но Иисус предсказывает, что он будет убит. И Петр говорит, «Да не будет этого с тобою». Он делает это по искренней человеческой богожелательности, но Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана». Слово «сатана», которое мы используем в значении «дьявол», «голова падших духов», оно также в Библии значит просто «противник». То есть это не значит, что Иисус называет Петра сатаною, в смысле «дьяволом», а именно «противником», «ты мне соблазн». Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И резкость слов Иисуса указывает на то, что ему не хочется умирать. Как человек он страшится смерти. Мы все страшимся страданий и смерти, и Иисус страшится страданий и смерти. Это важно помнить, потому что страдания, которые Господь претерпел ради нашего спасения, они абсолютно подлинны, они абсолютно реальны. Господь подлинно страдал. То, что произошло на кресте, не было какой-то иллюзии, какой-то голограммы. Христос буквально телесно, физически умер на кресте. Он испытывал тягчайшие страдания, и перед этим он испытывал страдания душевные, видя перед собой эту страшную смерть. И он по доброй воле предпочел эту смерть. Как он говорит в Евангелии от Анны, никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее. То есть Христос добровольно пошел на смерть и страдание, хотя он испытывал страх и отвращение по отношению к смерти и страданию, которые мы все испытываем. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми кресло и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». О чем здесь идет речь? Мы часто говорим, когда мы говорим о несении креста, о терпеливом перенесении болезни или каких-то жизненных тягот. Можно так сказать, это толкование вполне, конечно, допустимо, но в ближайшем историческом контексте речь идет немножко о другом. Нести крест значило идти на казнь. Когда римляне распинали, люди они распинали разбойников или мятежников, они заставляли казнимого нести перекладину от креста. И он сгибался под ее тяжестью. То есть человек, который задирал нос, человек, который бросал вызов римской власти, должен был перед ней смириться, неся эту тяжесть. И нести крест означало идти на казнь. И Господь говорит, что тот, кто хочет идти за Мной, тот идет на казнь. Люди могли надеяться, что вот сейчас Христос воцарится, и мы займем теплые и мягкие места при его дворе. Христос говорит, ничего подобного не будет. Тот, кто идет за Мной, тот идет на смерть. И это так было для апостолов, большинство из которых приняли мученические венцы. Это так в истории церкви, когда много раз в истории следование за Христом означало мученичество. Относительно недавно было много мучеников в нашей стране. Сейчас во многих странах мира есть мученики, и Христос предупреждает об этом христианам. Иоанн говорит, что человек, который потеряет душу, то есть жизнь ради меня, и Евангелие, а тот сохранит свою жизнь. Господь даст им небесные венцы. Господь даст им воскресение мертвых. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе свою повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, тогда воздаст каждому по делам его. Человек может сохранить свою жизнь ценой отречения от Христа. Но зачем? Все равно человек потеряет свою жизнь в итоге. Мы все умрем. Какой выкуп человек даст за душу свою? Какая польза, если он приобретет весь мир? И это не только указание на мученищество, это указание на выбор жизненных приоритетов. То есть человек может много чего в жизни приобрести. Богатство, власть, победу. Есть фраза, которую приписывают Стиву Джобсу, который сказал, что чем больше он живет, тем больше он видит, что главная цель, которую перед собой люди ставят, это стать самым богатым покойником на кладбище. Ну, действительно, сколько бы у нас не было богатств, сколько бы у нас не было власти, сколько бы у нас не было подсчета, все кончится тем, что мы окажемся на кладбище, где все это мы употребить никак не сможем, нам все это будет не нужно. Мы не откупимся всем этим от смерти в любом случае. Поэтому мы должны признать, что единственное, кто нас спасет, это Христос, и что от всего мы можем и должны отказаться ради Иисуса Христа, в том числе даже от нашей жизни, если это от нас потребуется. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем. Это предсказание о царстве, которое откроется, и речь здесь может идти о нескольких вещах. Некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, то есть при жизни этого поколения, произойдет вот это событие, и вы увидите сына человеческого, грядущего в царстве. О чем здесь идет речь? Речь, очевидно, не идет о конце мира, который до сих пор еще не произошел. Речь идет о том, что Иисус откроется как сын человеческий, который предсказан у пророка Даниила. Там сказано, что этому сыну человеческому будет дана власть над всеми народами и над всеми племенами. И это происходит, когда Христос воскресает из мертвых, и Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть вы увидите сына человеческого, грядущего в царстве своем, вы увидите, вы убедитесь, что Иисус Христос есть Сын человеческий и есть Царь. И это Царство уже существует как Церковь, как те люди, которые признают Иисуса Христа своим Царем. Мы с вами прочитали 16 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».